приветствую друзья на канале j on the way сегодня мы рассмотрим очередной мод для city car driving и это skoda krok skoda krok у меня был обзорчик для евротрак симулятор если вы не выйдете не видели посмотрите потому что довольно таки мало модов на легковые автомобили не вот rz pro итак а сегодня мы рассмотрим skoda krok очень скудненько у нас по информации по по нашему автомобилю объем 16 литров мощность 110 лошадиных сил очень такой тихоходный двигатель так сказать и тип привода передний дальше у нас идет реклама превьюшка предсутствует давайте посмотрим какие цвета мы можем применить так кстати давайте какой-то необычный цвет это какой-то оливковый или светло-зеленый давайте его применим также можно ставить прицеп это большая редкость в модах только в стандартных машинах а вот в модах это очень редко и левый правый руль также ставится видим что у нас опционально коробка передач автомат поставим ее потому что знаем что при некоторых автоматах у нас лочится скорость на некотором значении что по установке мода установка мода у нас автоматическая из папки мод мы копируем файлы в папку с игрой и все у нас все работает прописывать не надо далее по экстрам только три экстры это у нас на крышу у нас багажничек ставится и также у нас есть два варианта по дискам серебристый металлик и черный металлик я поставил черный металлик и давайте посмотрим как это все смотрится в игре итак мы в игре как видите я буквально за закамуфлировался под природу машинка очень прикольного цвета темно-зеленый все-таки не такой как на превьюшки я бы сказал но превьюшки обычно всегда обманывают давайте посмотрим другие виды автомобиля видим сверху багажничек поставил вид сзади шкода корок напись номера есть вид с пассажирского места и вид с водительского места давайте посмотрим серая такая у нас обивочка видим и строчка присутствует не самого высокого качества но я не сказал бы что с какими-то изъянами посмотрим назад но у нас тут оголовники мешают крыша кстати у нас вот такая вся в стекле и и давайте вернемся назад хорошо включаем двигатель послушаем звук так звука что насчет звука я включил вы слышали звук включения дальше звука двигателя я буквально не слышу давайте еще раз так остывание прикольно двигателя и все полная тишина происходит давайте зайду в настройки прибавлю звук машины вот так например продолжить немножечко уже стало слышно но очень и очень тихий звук двигателя давайте я немножко погазую вот такими вот наплывами звук то есть его вначале совсем не слышно потом он очень очень громко появляется так что я не буду это делать больше чтоб не резала вам уши я немножко пониже опять и вернемся к игре достаточно тихий звук имейте это в виду пробуем включить снова двигатель вот звук включения выключения отчетливо слышно саму работу двигателя я мало слышу хотя у нас вот показывает 798 оборотов теперь давайте поворотники поворотники тоже хорошо слышно то есть это претензия только к работе двигателя очень тихая или же тут какая-то мега максимальная изоляция стрелочки мелковаты но они в специальных местах их хорошо видно так показывается у нас на приборке текущая передача это очень хорошо сигнальчик проверяем и отчетливый сигнал у нас также следующее что мы проверяем по традиции включаем дождик так продолжить капли у нас попадают пробуем стереть их так по моему немножечко задержка есть до задержка здесь есть но не критичная все хорошо так можно дождь уже выключать и включаем включаем ночь нам нужно протестировать как у нас с освещением продолжить так все капельки до стираются видим что ночью у нас мерцают кнопочки на руле это не очень конечно хорошо включаем подсветку кнопочки перестают мерцать в принципе все логично мы будем с включенной подсветкой ехать ночью так что все нормально так хорошо главное чтобы не мерцало днем вот что самое главное так и дальнее смотрим индикатор там есть его плохо видно на этой подложке но он есть так следующее что мы смотрим это перейдем на внешку и посмотрим как у нас дела с фарками обстоят так фары очень яркие все хорошо поворотники у нас реализованы такими вот полосками есть спереди и сзади и тормоза тоже отлично показывает возвращаемся назад салончик хорошо так следующее что мы сделаем это включим день и немножко проедемся но для начала нужно конечно же пристегнуться парковочный вот такой звук парковочного и нужно посмотреть что у нас камеры заднего вида к сожалению отсутствует у нас камера заднего вида так опять капли бы побежали окей и давайте уже ехать так включаю автомат у нас здесь автоматик так но можно и механику так куда мне ехать я не могу понять вроде бы вроде бы не нужно направо все таки там больше места для маневров так я думаю что нам хватит это не шибко быстро по динамике разгона машинка но я думаю что до сотни нам хватит разогнаться давайте неплохо затормозил ну 40 средненький средненький получает получается у нас тормоза динамика разгона тоже довольно таки ну долго разгоняется он так куда нам встать для подведения итогов магазин одежда вон там есть парковка на парковку я заеду так боком и здесь остановлюсь чтобы было видно наш автомобиль все останавливаемся здесь классное освещение кстати поставим на нейтралку поставим на парковочный подводим итоги что по материалам материалы вполне себе сносная серого такого цвета никаких экстр по внутренней отделке у нас нету кстати я еще забыл перевозки смотрим перевозки пассажирские и перевозки грузовые у нас доступны и так экстры у нас по интерьеру никаких нету то есть как вот так есть у нас интерьерчик так он будет оставаться не хватает конечно камеры заднего вида дворники работают вполне сносно немножечко опаздывает но все-таки работают не понравилось мне что не слышно двигателя при включении то есть все остальные звуки у нас есть вот я сейчас выключил двигатель включая звук есть и дальше звук двигателя пропадает когда мы начинаем газовать звук появляется но это как бы так не очень красиво смотрится то есть звук то нету звука так теперь про внешку внешка мне понравилось данного автомобиля довольно таки неплохо чем-то туарег напоминает очень сильно по экстрам у нас только тут варианты по дискам и также у нас добавляется сверху багажник и все в принципе моделька мне понравилось но вот это непонятка со звуком я надеюсь что и и вскоре исправят спасибо что посмотрели мой обзорчик до новых встреч